Добрый вечер. 21.04 в Москве. Это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. И сегодня у нас, как всегда, по понедельникам совместно с журналом «Форбс» и мой соведущий, заместитель главного редактора журнала «Форбс» Эльмар Мортозаев. Здравствуйте. Сегодня у нас в «Археологии» уроки бразильского. Какого бразильского, скажете вы? В Бразилии говорят по-португальски. Но, тем не менее, есть такой эпизод, довольно забавный, байка переводческая. У меня много друзей-переводчиков, синхронистов, которые рассказывают, что однажды, есть такой институт, военный институт иностранных языков, ВИЯК. И вот как-то в субботу там дежурный ранним утром сидит в полусонном состоянии. Вдруг звонок из Министерства обороны. Срочно нужен переводчик с ангольского. Человек с просонья записал переводчик с ангольского, потом почесал голову, какой ангольский? В Анголе говорят по-португальски. И, собственно, пристали в Минобороны, там был у них переводчик с испанского. Оказалось, нужен был переводчик с монгольского. Человек с испанского перевозил монгольский фильм для генералов. Вот, так у нас сегодня, значит, уроки не ангольского, а бразильского. И у нас в гостях есть переводчик с бразильского языка, специалист по Бразилии, экономист, доктор экономической наук и профессор, член правления, заместитель председателя Внешэкономбанка Сергей Александрович Васильев. Добрый вечер, Сергей Александрович. Добрый вечер. Ну, первое, наверное, о чем хотелось бы поговорить, это, так, Бразилия с общечеловеческой стороны. Вот, если какая-то очень частая, я сталкивался с тем, что Россия-Бразилия, а мы будем говорить сегодня о том, как Бразилия осуществляла свою модернизацию в течение последних 20 лет, что вошла вместе с Россией, с Китаем, вот в этот вот список BRICS, сейчас уже BRICS, там и South Africa, да, и Южную Африку туда добавляют. Будем говорить о бразильской модернизации, о том, в чем секрет ее успеха. Ну, так вот, начиная разговор о Бразилии, есть ли некая схожесть, которую мы все ощутили еще в начале 90-х, когда пошли бразильские сериалы? Ну, схожесть есть внешне, то, что это две большие страны, находящиеся, например, на одинаковом уровне развития, примерно с одинаковым населением, вот, хотя разница, конечно, огромная в том, она связана с тем, что Россия все-таки этническая однородная страна, расовая однородная страна, а в Бразилии, как бы, там и индейцы, коренное население, и большое количество рабов-африканцев было привезено, то есть там такой расовый микс очень нестандартный для, даже в сравнении с Америкой, и в Соединенных Штатах Америки он, как бы, экзотический. Ну, страна-континент, в общем-то, Бразилия. Да, на самом деле, похоже то, что хорошо развита только прибрежная полоса, значит, в глубинке огромные пространства, полупустынь, там, степей Амазонии, то есть такой вызов освоения новых земель, это такое очень, тоже по-русски на самом деле. Вот, есть глубинные сходства, состоят вот в чем, что и Россия, и Бразилия, такие цивилизации, которые ориентированы внутрь себя, ну, в значительности из-за языка, потому что русский почти никто не знает, русские читают европейскую литературу, а русскую мало кто может читать, если не переведена. У бразильцев то же самое, потому что португальский язык эффективно изолирует Бразилию даже от испаноязычного мира. Вот, и на самом деле португальский тоже очень мало распространенный язык, поэтому они, эти две страны, которые варятся в своем соку, и их мало кто хорошо понимает извне. Но здесь у меня, Сергей Васильевич, что-то такой вопрос. Бразилия долгое время воспринималась в Советском Союзе, а потом в России, скажем так, слегка иронично, или наоборот весело, через призму футбола, призму танцев и так далее. Страна, где много диких обезьян, через призму тети, в России вашей тети. И когда, собственно говоря, экономисты в середине 90-х заговорили о чуде Бразилии, для многих здесь стало большой неожиданностью, что Бразилия это большая экономика. Что она из себя сегодня представляет? Ну, я хочу сказать, что Бразилия по уровню экономического развития вполне сравнима с Россией. Не только по объему экономики, который больше, потому что население больше, но и по уровню экономического развития, по ВВП на душу населения примерно, находится на уровне России. Важно то, что Россия в последние 20 лет... То есть сколько сейчас там по душевой доход приблизительно? Не трудно сказать, надо в ППС считать, значит, ну, считайте примерно так же. Вот, может, в долларах повыше чуть-чуть официально, потому что Реал дорогая валюта, а может, по ППС, наверное, может, чуть пониже, потому что все-таки в Бразилии много бедных. Ну, то, что называется mid-income countries, вот это вот страны среднего дохода. На самом деле, разница-то в том, что Россия за эти 20 лет, она сначала падала довольно высокого уровня развития, потом компенсировала. Сейчас, наверное, мы все-таки превзошли 90-й год по уровню экономического развития, и даже существенно превзошли, наверное. Вот, а Бразилия, наоборот, с 93-го года бурно развивалась после периода, на самом деле, очень длительной стагнации. Потому что, в принципе, если взглянуть на развитие Бразилии, и политическое, и экономическое, оно представляет такой ряд, буквально с начала 19-го века, как Бразилия получила независимость, ряд потрясений постоянных. Может быть, за исключением сравнительно спокойного периода империи, в середине 19-го века. И политически, экономически, страна развивалась очень неравномерно, как бы были какие-то достижения, потом страна откатывалась. Вот, поэтому это, конечно, было неожиданно, потому что то, что мы знаем, Бразилия, там военные перевороты, популистские правительства, никакой разумной экономической политики, как бы ни у тех, ни у других. Вот, и это неожиданно, значит, страна начала проводить быстрые экономические реформы. Это 90-е годы, да? Это 90-е годы, это президентство Кардозу, да? Это 94-й год, во-первых, стабилизация национальной валюты, что было очень важно, потому что Бразилия в течение, там, десятилетий имела нестабильную валюту и высокую инфляцию. Вот, и после этого глубокие структурные реформы, включая приватизацию, дирегулирование естественных монополий, банковскую реформу, реформу бюджетов. То есть, практически список похожий на то, что делали в России. На самом деле, если читаешь мемуарку Кардозу, видно просто такие, как бы, пересечения перманентные. И там кризис 98-99 года. Правда, не с такой большой девальвацией национальной валюты, не с таким глубоким финансовым кризисом. Но, в принципе, все очень похоже. Но они свои реформы, фактически, все докрутили до конца. То, к чему мы все 90-е... Ну, этого нельзя сказать. Нельзя сказать, что докрутили до конца. Например, налоговая система в Бразилии, она практически малореформирована. Она более запутанная, чем российская. Пенсионную реформу они только, так сказать, начали. Я думаю, что у нас даже вот реформа 2002 года, она была поглубже, чем бразильская. Вот, надо понимать еще, что Бразилия находится в другой социально-экономической ситуации. Вот, возьмем демографию. По-прежнему, страна с растущим населением. Более того, соотношение работающего и неработающего населения пока там растет. И будет расти до 2020 года. Вот. Это, так называемый, демографический дивиденд, который мы благополучно в середине XX века использовали на гонку вооружений. Отчасти мы потеряли население в войну, но в основном это было использовано на создании милитаризированной экономики. Сейчас мы имеем падающее население и ухудшающее соотношение между работающими и неработающими населениями. Поэтому там другая ситуация. Бразилия находится еще в стадии первичной урбанизации. Ну да. Да, поэтому вот надо понимать, несмотря на сходство в уровнях экономического развития, цивилизационно немножко другая ситуация. То есть у нас советская модернизация, индустриализация вперед забросила на несколько десятилетий. Да, в каком-то смысле Бразилия проходит такие фазы, ну как 50-е, 60-е годы в Советском Союзе и общество развития массового потребления. Ну другая ситуация. Но при этом, насколько я понимаю, разница в том, что в России есть такой распространенный миф и такая точка зрения, что всякие реформы возможны и проходят только при наличии сильной руки. И в качестве примеров приводится Чили, Сингапур, в меньшей степени Турция и так далее. Насколько я понимаю, в случае с Бразилией мы имеем совершенно другую ситуацию. В Бразилии все полчаса наоборот, сильная рука, а именно военное правительство, которое пришло к власти в 64-м году, несмотря на определенные достижения, завело все-таки экономику Бразилии в глубокий тупик. Сейчас можно долго говорить, почему это произошло. Коротко, если сказать, они сделали ставку на дикую индустриализацию. То есть они массовый приток иностранного капитала и зажим зарплаты рабочих. Это привело, конечно, к тому, что военное правительство очень быстро снесли. Потому что военное правительство и руками создало рабочий класс, который его уничтожил. То есть реформы Кордоза фактически совмещались с сильной децентрализацией и политической либерализацией. На самом деле, после военного режима, когда наступила демократизация, было ясно, что страна получила большую прививку против авторитаризма. Стало ясно, что это совершенно тупиковый путь. Была принята высокодемократическая и социальная конституция. Причем мы немножко издевались даже над бразильцами. Подновременно работали над российской конституцией. У них очень длинная конституция. Там подробно прописаны все социальные права. Значит, ее нужно менять тремя пятами конгресса. В общем, мы считали, что это очень неудобно. Оказалось, что, наоборот, удобно, потому что прописаны основные механизмы функционирования страны, которые поменять можно только по консенсусу. Но при этом достаточно, с одной стороны, была либеральная сильная закваска, которой, как я понимаю, очень сильно тоже в том числе были американские советники. Нет, я хочу сказать, Бразилия страна, где господствует патернализм и дирижизм. Вот несмотря на успехи, большие успехи правительства Кордоза, его все время обвиняли в неолиберализме и в карабинской приватизации. То есть весь перечень дальше по списку. То есть ельцинский такой список. Да, да, да. На самом деле, страна с очень глубокой такой дирижистской традицией исторической. Вот, скажем, либерализм проповедовался так называемой компрадорской буржуазией, буржуазией, которая была завязана на внешней рынке. Там сахарная, хлопковая, в мафии. Вот они, конечно, старые вились к свободной торговле и вот они являлись защитниками либерализма, но этого ничего уже нет. А в какой степени вообще сырьевая ориентация свойств на Бразилии? Высокой, потому что, ну, она как бы диверсифицирована очень сильно. Потому что Бразилия является крупнейшим производителем железной руды в мире. Бразилия производит очень много сои. Значит, аграрные продукции в целом самые разные. Вот. По нефтине и газу она в балансе находится. Она много производит, экспортирует, но и ввозит тоже. Вот. Поэтому гораздо более диверсифицированная экономика. И важно еще вот что, что в 50-е годы, когда Бразилия начинала индустриализацию, господствовали теории импортозамещения. Страна стремилась создать многоцвестливую промышленность. Впрочем, как и Россия, на самом деле. Вот. Но Бразилии это удалось в том смысле, что Бразилия по-прежнему очень замкнутая экономика. И она много производится внутри страны. И товары народного потребления, и автомобили, на самом деле, исторические. И сборка началась чуть ли не в 60-х годах. То есть она как другой ее сосед, так скажем, по Бриксу, Индия, в этом смысле, наверное, похожа такая самодостаточность. Да, очень самодостаточность. Ну и потом надо сказать, понимать, что страна почти все может произвести сама, скажем, из продуктов питания, естественно, все и производит. Там текстиль легко, обувь, ну практически все, что нужно, производится в стране для населения. Это исторически так сложилась, такая самодостаточность? Нет, это исторически сложилось в 20-м веке, потому что исторически это была типичная колониальная экономика. Ну да, вывоз сахара. Началось с сахара, потом были золото, бриллианты, потом кофе, потом был каучук. Вот. И накрылась эта экономика в 29-м году, когда резко упали мировые цены на кофе, и все как бы, все обвалилось. И режим политический обвалился. После этого новый правитель сказал, что мы такого больше не допустим, и у нас будет многое отраслевая экономика. Они начали развивать нефтяную промышленность, стрелилитейную. То есть фактически можно сказать, что в этом смысле бразильцы немного нас опередили, потому что Россия сейчас монозависима от каких-то товаров. Да, на самом деле с Россией дурную шутку сыграли очень высокие цены на нефть. В Бразилии этого нет. Она пользуется хорошей конъюнктурой, но, скажем, экспорт не забивает отечественное производство. Ну, плюс там, наверное, более глубокая степень переработки их сырья. Ну, как вам сказать, железная руда экспортируется просто... А это тоже даже руда. Да, нет, это ситуативно очень. Соя, ну какая-то глубокая переработка. Но в то же время есть эти технологические крупные компании, типа Эмбрайер и так далее. Да, на самом деле Эмбрайер это такой флагман бразильской промышленности обрабатывающей. Ну, надо сказать, что создан был еще в 70-е годы, очень долго влачил жалкое существование и, наверное, пока не был частично приватизирован, не мог ничего добиться. Как только был приватизирован частично, вот сразу пошли... Ну, отчасти потому, что еще рос опыт работников, инженеров. То есть такие компании строятся небыстро, надо понимать. Ну, вот этот вот дирижистский опыт Бразилии, но при этом при всем, при кордозу, реформе кордоза была произведена приватизация в целом. Да, на самом деле форма кордоза радикально поменяли как бы облик экономики Бразилии. То есть она реально стала рыночной. До этого вся экономика была опутана массой, как бы, дирижистских установлений. Например, было невозможно импортировать компьютеры еще в 90-м году. Требовалось производить их на месте. Ну, то есть там были масса глупейших правил. Значит, вся промышленность была крупная, государственная. Вот, ну, про инфляцию я уже говорил, потому что эта инфляция воспроизводилась за счет системы индексации зарплат, пенсии, всех доходов, автоматической индексации и вкладов заодно. Вот, поэтому инфляция, это тренд был очень трудно остановить. Ну, то есть в целом можно сказать, что это дирижистская экономика, которая провела крупный превозионный пакет и одновременно сумела это сочетать с сильным и социальным государством. Еще либерализационный пакет, конечно. Потому что внешнеторговая была освобождена, произведено дирегулирование, был наведен большой порядок в финансах. Это тоже очень важно. Где, вот если смотреть траектории развития стран в 90-х годах, потому что, ну да, мы практически параллельно начали наши реформистские курсы. Где происходит вот этот вот, как бы, разведение? Где Бразилия пошла более таким стабильным путем? Знаете, разведение происходит даже не за счет особенности курса, а за счет особенности экономики. Если бы у России была бы такая же многоторослевая экономика, вот, может быть, этого бы не произошло. На самом деле, я слом, реформ произошел одновременно и в России, и в Бразилии в 2003 году. До 2003 года и у нас, и в Бразилии была общая тенденция, что вот все-таки все плохо, надо поправить, починить, поменять, а в 2003 году конъюнктура мировая поменялась. И все подумают, а зачем что-то менять? И так прет, экономика прет, как на дрожжах, ничего менять не надо. И все реформы были свернуты одновременно, причем, и в Бразилии, и в России. Причем вне зависимости от, скажем, того, какая партия была в Бразилии, потому что там во втором году пришла партия труда, она еще собиралась делать реформы, а потом весь запал пропал. Вот у нас то же самое примерно в это же время. Ну да, и в 2003 году начинается, да. Последнее, что у нас было, это монетизация льгот, если таких серьезных реформ. Ну да, и в 2003 начинается уже подмораживание политической системы, и всем известное, и всем известное изменение. Напомню нашим слушателям, что у нас в гостях и заместитель и председатель внешнеэкономбанка Сергей Александрович Васильев. Мы уйдем на небольшой перерыв. И снова добрый вечер, программа «Археология» в студии Сергей Медведев, мой соведущий сегодня замглавного редактора журнала «Формс» Эльмар Муртазаев. И наш гость — это Сергей Александрович Васильев, заместитель председателя внешнеэкономбанка. Говорим мы о Бразилии. Сергей Александрович, вы сопредседатель российско-бразильского делового совета. Уже много лет профессионально занимается Бразилией, сотрудничеством с Бразилией, и мы пытаемся понять, как Россия и Бразилия параллельно практически год в год проводившие свои реформистские пакеты, где, собственно, наметилось вот это вот расхождение, где Бразилия рванула вперед, и сейчас она в рамках БРИКС является таким достаточно большим локомотивом, и где началось российское отставание. Эльмар? Я бы вот что хотел спросить, Сергей Александрович. Когда мы говорим... Мы сейчас говорим в основном в экономике. Но, насколько я понимаю, есть еще другой аспект, социально-политический. И здесь различия намного даже больше, чем в экономической сфере, как я понимаю, да? За время, за последние десять лет политический режим в России существенным образом изменился. В то же время, применимо к Бразилии, мы можем говорить о, как минимум, сохранении многопартийности, независимости разных ветвей власти и другие признаки, признаки, скажем «Гражданское общество». На ваш взгляд, почему Россия, почему Россия сошла с этого пути, и почему Бразилии удалось его сохранить? Да, я думаю, что основная причина – это разница в политической культуре двух стран. Исторически Россия была страна с очень высокой степенью централизации, то есть центральной политической культуры, а Бразилия исторически была страна федеральная, региональная, где вся власть, на самом деле, сосредоточилась в руках региональных баронов, тех же сахарозаводчиков, владельцев хлопковых плантаций, кофейных. А рабство когда у них отменили? Позже всего, в 88-м году. Вот, и на самом деле... То есть мы не можем кивать на то, что это была страна, как Польша, скажем, страна без традиции рабства. Нет, там, на самом деле, Конституция была все-таки первой принята в 1825 году. И парламент был создан, там, Госсовет, Сенат. Когда у нас не получилось. Да-да-да, именно, на самом деле, там ситуация такая же, тоже были басонские общие, ложи, которые это все, так сказать, замутили. Вот, и на самом деле это важно, потому что культура политической, вот такой политической жизни была создана в стране совершенно рабской, где избирателей был 1%, но тем не менее, это вот, это традиция, Сенат, президент, император, потом президент, это вся традиция, она, так сказать, нарабатывалась, хотя вот партийная система сохранилась, нельзя сказать сохранилась, реально, она была создана, там, 20 лет назад, до этого партии были совершенно такие опереточные, протопартии, на самом деле. Вот, но важно то, что в стране, в которой всем заправляют регионы, никакой диктатуры быть в принципе не может эффективной. В этой стране прописана демократия, вот, потому что это единственный способ, там, Конгресс в Бразилии, это и то место, где согласуются региональные интересы. И попробуйте, так сказать, там в Бразилии в парламенте 20 партий. Ну, неужели не возникает никогда ни на каком уровне какого-то, скажем, диктатора или представителя центральной власти, который говорит, что стране угрожает распад? Ну, видите, в чем дело. Еще большая, большая разница между Бразилией и Россией, то, что Россией реально в течение истории все время угрожали внешние враги, а Бразилии внешние враги в принципе никогда не угрожали, это как у Гоголя. Ты не скачай, ни до какого государства не доскочишь. Да, да, да. Нет, это совершенно серьезно. Какие враги? Где враги? А вот еще, Натя, на уровне социума хочется спросить. Вот я в Бразилии, короткий визит у меня был, но даже вот за это короткое время я увидел какую-то невероятную совершенно атмосферу свободы в людях, вот когда, даже я не знаю, в их походке, в их вот какая-то такая... Люди как из ртути сделаны, они спокойно идут, улыбаются, осматриваются. Вот я в других латиноамериканских странах был, в Аргентине ничего похожего нет, она такая гораздо более жесткая европейская страна, гораздо более белая страна. А тут какой-то вот во всем какой-то воздух свободы разлит. Ну, не знаю, мне трудно сказать, я часто бываю, мне нравится быть в Бразилии, но вот откуда берется этот воздух свободы, мне трудно сказать. Вроде да, действительно, недавно рабская страна была. То, что еще объединяет, это такое вольное отношение к закону. Вот, значит, есть такое слово «жейту», которое не переводится на португальском, но это бразильское слово, которое означает, вот, по сути, это означает как бы сделать то, что хочешь, не нарушая явно закон. Вот. Вот это как бы сущность бразильской жизни. Ну вот это интересно, мы здесь выходим на очень интересную тему. А насколько в Бразилии удалось подавить коррупцию, потому что я понимаю, что наследие коррупционное было достаточно тяжелым. Это супер главная тема сейчас, потому что коррупция это как бобра жизни. Это нельзя сказать, не считалось никогда правонарушением в Бразилии. То есть, коррупция нельзя, это система отношений патрон-клиент. Вот в регионах там есть региональный барон, называется полковник, потому что он возглавлял национальную гвардию в регионе, в штате. Вот, и вокруг него образуется система там личных связей. Там, прихлебатели, там, охранники. Вот эта вот система, которая до сих пор в каком-то смысле существует, она как бы вся является коррупцией. Подождите, ну а что же делает в таком случае федеральная власть? Вот я применяю, провожу метод аналогии, конечно, не лучший метод, но все же. В России, как только в каком-то регионе возникает условный полковник со своей гвардией, со своими институтами и так далее, это рассматривается федеральной властью, не будем оценивать справедливые эти подозрения или нет, как некая потенциальная угроза существованию страны как единого целого. В Бразилии такого не бывает, это как бы традиция, это так было всегда. Вот. Более тогда опора центральной власти. Ну да, я здесь с Эльмаром не соглашусь. Все-таки, если смотреть там, я не знаю, в терминах кордонского, Россия как поместная федерация, именно такие, до тех пор, пока этот полковник будет лоялен центральной власти, будет поставлять, ну в нашем случае, голоса на выборах единой России и обеспечивать какой-то базовый социальный контракт. Вот. Ради бога, пусть там, я не знаю, местная власть пьет в бане со своими прокурорскими. Нет, ну поймите, полковник, он контролирует какую-то крупную партию в регионе, у него там какая-то фракция в парламенте есть, всегда можно договориться. Зачем? Что делить-то? Страна большая. Ну да, система таких неформальных толков проходит. Важно то, что общество поменялось в 90-е годы. Вот пока в экономике был бардак, значит, коррупция, ну была атака, есть и есть. Но когда в экономике навели порядок, там предприятия стали хорошо работать. Возникло, ну, возникшее в Бразилии гражданское общество сказали, что это такое вообще. Вот. И на самом деле партия Кордоза, она не замешана была в коррупционных скандалах никогда. Это партия Бразильской социал-демократии. Ну это вот главная оппозиционная сейчас партия, партия крупных городов, партия третьего сословия, условно говоря. Да. Вот. А партия Труна, которая сейчас во власти, она тоже была как революционная партия. Они говорят, вот мы придем к власти, зачистим все, никакой коррупции не будет. И когда Лулу выбрали в 2002 году, началась такая вакханалия, такой разгул коррупции, скандалов. Вот. Но Лулу ничего не делал, потому что к нему ничего не прилип. Ну вот он был такой тефлоновый. Тефлоновый, да. Вот. А сейчас пришла Дильма и его приемница. И она понимает, что к ней уже, так сказать, пристанет. И сейчас борьба с коррупцией пошла, в общем, очень жестко. Там несколько министров в течение двух лет были вычищены из правительства по мельчайшим коррупционным поводам. Ну, пресса свободная есть, которая все это мониторит. И вот, скажем, я не знаю, там скандалы, сопоставимые с нашими, не могут остаться без внимания, что там где-то я не знаю. Ну, я могу привести самый ключевой пример. Значит, скандал по выплате. Правящая партия платила депутатам своих партнеров по коалиции ежемесячное содержание. Вот там через черные схемы. Вот. Генсек правящей партии был лишен права заниматься политической деятельностью на восемь лет парламентом. Есть такое право. Вот они, коррупционеров из парламента, да, прекращение полномочий на восемь лет. Вот сейчас идет процесс по этому делу. Наконец-то дошло до процесса. И вот сейчас все смотрят, все-таки будет жесткое решение или будет мягче решение. А вот процесс, кстати, идет. Насколько высока независимость суда? Да, надо сказать, что очень высока. Судебной власти, мне трудно сказать, я не очень хорошо знаю систему судебной, но по всем признакам судебная власть очень независима в Бразилии. Ну да, мы здесь сталкиваемся с тем, что, собственно, борьба с коррупцией — это не только вопрос политической воли, да, это вопрос прозрачности и демократичности системы. Это вопрос давленности традиций. Потому что такая система судебная там существует, наверное, с XVII века. Вот. Ничего особо... Не думаю, что что-то сильно менялось. То есть фактически мы можем говорить, что Бразилия, проводя успешно или неуспешно, и останавливаясь или развиваясь с точки зрения экономических реформ, постоянно накапливает тот самый общественный опыт. Да, да. Социальный капитал. Тот самый социальный капитал. Потому что я, глядя на то, как велись суды, допустим, во время военных режимов, в общем, они не были исполнителями, слепыми исполнителями воли. Даже в то время. Даже в то время. Ну, потому что военные режимы в Бразилии всегда были довольно мягкими. Потому что они не чувствовали легитимности. Вот. То есть военный режим приходил, говорит, мы временно тут, какой-то натрий, мы там наведем порядок, проведем выборы. Вы уж извините. Нет, расскажу, вот этот военный режим 70-х годов, он был абсолютно... Они чувствовали с самого начала свою нелегитимность. Но вообще, если честно говорить, этот режим был навязан американцами. Которые боялись, что бардак в Бразилии придет ко второй кубе. Они не могли этого допустить. И, значит, они просто навязали. Ну, собственно, тот же сценарий, что и чилийский. Ну, так, по форме не жесткий, а по сути навязанный. А когда... Вот Бразилия для меня интересна еще вот с какой точки зрения. Я сейчас так осторожно прокачиваю все страхи, опасения наших, которые существуют в нашей государственной системе, которые успешно эксплуатируются для решения тех или иных политических задач. Вот сейчас одна из актуальных таких вещей, которые так или иначе часто акцентируются властью, это проблема бедных. Что есть большая группа населения, бедных населения, которая не удовлетворена своим социальным положением, которая является угрозой социальной стабильности. И в случае, если не накормить, не помочь, и так далее, и так далее, это вопрос государственного выживания. Бразилия, насколько я понимаю, страна в этом смысле с такими тоже, к сожалению, большими традициями. Там много бедных. Насколько эти люди действительно определяют там политическую повестку, экономическую повестку? И насколько... Да, то, что мы знаем, вот эти образы Бразилии, фавелы, эти гигантские фавелы, Рио, Сан-Паулу. Большой сдвиг в электоральном, так сказать, поведении населения. Если там в начале 20 века голосовали, может быть, 3% населения, то весь 20 век это постоянное увеличение численности голосующих. Конституция 88-го года сделала обязательным голосование. Обязательным? Обязательным, да. А что, какие санкции за неучастие? Я не могу сказать, там штрафы какие-то. Ну, наверное, я не могу сказать, но голосует большое, много людей. Это привело к съедежному сдвигу в электоральном поведении, конечно. До середины 90-х годов бедные в районе Северо-Востока голосовали, как им говорили бароны. Они голосовали за либеральные партии. И на этом, благодаря этому, стала возможна реформа к Ордозу. Сейчас все повернулось. Значит, Север голосует, естественно, поскольку там много бедных, получающих трансфер, они голосуют за партию труда. За тех, кто обеспечивает социальные государства. А, наоборот, центр, который раньше был такой левый-дирижистский, сейчас стал намного богаче, это средний класс. Север голосует, юг голосует теперь, богатый юг голосует за либеральные партии. То есть там полностью повернулась, как бы, электоральная схема в стране. Но то, что вы говорите, это правда. Большой бюджет, большие, по особе бедным, они, конечно, создают очень большую базу для левых партий. То есть социально ориентированное государство в том числе. А налоговая ставка, она, вот скажем, в верхней своей части высокая? Ну, она высокая не для населения, она высокая для, в целом, для предприятий. Потому что изъятия очень большие. Бразилия говорит, что она, налоги расходуют как государство третьего мира, а налоги полагают как государство европейское. Это правда. А в структуре среднего класса какова доля малого среднего бизнеса? Очень велика, конечно. Надо сказать, что это характерно для всех стран третьего мира. Для нас не характерно. Мы, Россия, исключение в этом смысле. Ну, вот, подводя некий промежуточный итог нашего исследования бразильской модернизации, можно ли сказать, что там более или менее состоялась демократическая модернизация в Бразилии? Да. Знаете, вот это тот вопрос, который я хотел бы вынести, собственно, на обсуждение с нашими слушателями. Телефон наше следение 65, 10, 99 и 6. Код Москвы 495. Как вы считаете, подходит ли для России с ее уникальным историческим опытом, с ее огромными пространствами, опытом противостояния с противниками, опытом авторитарной власти? Подходит ли для нас бразильский опыт демократической модернизации? 65, 10, 99 и 6. Такой вопрос. Элиты. В какой степени сейчас существует консенсус элитный? Особенно учитывая вот эту вот огромную регионализацию, которую вы рассказали. Я хочу сказать, что в Бразилии консенсус элит существует очень длительный период. В Бразилии, опять же, отличие с Россией очень существенное. В России элиты были в 17-м году сметены, потом в 91-м. То есть в России нет укорененных элит. Это очень важно. И поэтому перспективы наши элиты видят там 5 от сил 10 лет. Я не уверен, что всегда видят 10. В Бразилии элиты это наследственные элиты, которые решили свои финансовые проблемы там 3 поколения назад или 2 поколения назад. Поэтому они начинают думать о стране. Потом я хочу сказать, что в Бразилии нет тенденции отправлять детей учиться за границу. Вот как? Бразильцы националисты хорошего смысла слова. Побывав там, можно понять, куда еще ехать-то. Такой климат, такая шикарная страда, еда хорошая. Что еще нужно? Какая-то Европа в холодную Европу, в холодную Америку ехать. То есть куда ехать-то? Все в рай на земле здесь. То есть вот этого самоедства, вот этого постоянной самокритики. Вот этого нет совсем. Наоборот, им не хватало самокритики, потому что они считали, что Бразилия лучшая страна в мире. И если у нас плохо с экономикой, с политикой, это недоразумение. Сейчас проблема в том, что они видят, что все хорошо, и они, если посеять, что станут слишком успокоенными. Вы знаете, вот я думаю, мы сейчас понемножку уже ближе к концу передачи будем переходить на тему БРИКС. Но в этом смысле какая-то такая хорошая, позитивная самососредоточенность. Вот это и Индия, я тоже самое думаю, ей свойственно. И Китай в определенном мере, вот эта вот идея. Собо-собо. Джунго, да, срединное царство. Так нет, единственная цивилизация в мире вообще. Ну да, да. Все остальные варвары. Вот здесь, да, можно ли сравнивать, что эти страны, которые вот этот вот вторичный рывок создают, они очень сильно, вот то, что вы говорите, такой позитивный патриотизм. Да, да, конечно. Вот надо сказать, что меня всегда поражало, то есть вот на самом деле это не показной. То есть реально люди не уезжают, страны-то там живут. Если по работе едут, ну, неприятно. Надо ехать в Штаты, поработать, это уже такая драма некоторая. Зачем, спрашивается? Я, знаете, да, действительно, думаю, я вот сколько по миру поездил, мало бразильцев видел. Мало, мало. Нет, на самом деле, знаете, где много? Много в Португалии. Ну, понятно. Вот. Ну, исторически. Потому что привычное опять же. Много стало в Анголии и в Мозамбике, потому что сейчас как бы они хлынули потоком, привлеченные высокими темпами роста, но только в этих странах, где язык. Ну, а можно немножко поапонировать? Вы знаете, вот я представляю себе из нашего разговора картину страны, динамично развивающейся, да, с проблемами страны. Но есть некоторые новости, которые меня из Бразилии изредка, скажем так, пугают. И это я к чему рассказываю? Тут недавно прочитал сообщение, что в одном из крупных бразильских городов был введен срочный карантин в связи с высокой, было несколько десятков смертей от желтой лихорадки, эпидемия, введено военное положение вплоть до. Это было примерно года полтора назад, сейчас не вспомню название города, к сожалению. И я в этом смысле начал вдруг, как бы задумался в этот момент, может быть, мы чего-то не оцениваем в своей стране, потому что если страна сталкивается с такими проблемами, как просто проблемы массовых эпидемий, да, массовых эпидемий, значит, может быть, не развиты какие-то там... Эльмар, я хочу сказать, что в медицине и в образовании сделан огромный рывок, даже больше в медицине и здравоохранении. Значит, реально эпидемиологические проблемы решены в стране. Спид была же огромная проблема. Да, и проблема спида они тоже решили. Ну, так сказать, не полностью. Под контроль поставили. Да. На фоне наших реформ образования и медицины, да, идущих и, ну, как бы, неизбежных. Ну, вот посмотрите, надо, я не могу сказать точно продолжительность жизни, но она высокая. Реально, победив болезни заразные, они обеспечили очень высокие продолжительности жизни и здоровой жизни. Ну, понятно тоже почему, потому что хорошее питание, хороший климат, оптимизм. Вот, другая проблема, в образовании у них есть проблемы, связанные с тем, что бразильцы, в отличие от русских, невысоко ставят ценности образования, как нации. То есть есть российские ценности, которые... Да, да, вот в России там надо дать образование. В отличие от китайцев, я думаю, в отличие от индусов, которые... В Бразилии нет, и потом, ну, вот, там, карьера для низших слоев населения, когда вот ты сам танцуешь на карнавале, потом тебя взяли куда-то в профессиональной коллекции, зачем тебе там образование? Или ты футболист? Хорошо, ты бегай, дружок. Ну, вот стереотипы. Ты бегай, дружок. Нет, это правда. Вот, нету, нету такого... Ну, что, бразильские футболисты статьи экспорта? Да, да. Вот, просто на самом деле и общее недоинвестирование в образование, и плохое состояние, по их общему мнению, университетов, и дифференциация между частными и государственными университетами, вот, эта проблема существует. Да, действительно, по образованию, опять-таки, несравнимый и сопоставимый с вашим опыт бразильский, но мой даже короткий. Я помню, я был в городе Сантос, Сантош, да, и я в течение суток не мог там найти человека, говорившего по-английски. Да, да. Зачем? Я только какими-то языком жестов вышел на кампус местного университета, и там с трудом мне нужно было сделать телефонный звонок. Вот. Напоминаем, что мы говорим сегодня о Бразилии, говорим с зампред Внешэкономбанка Сергеем Александровичем Васильевым. Выйдем на небольшой перерыв. Добрый вечер, мы снова в эфире, программа «Археология», сегодня «Археология Форбс», мой соведущий Эльмар Муртазаев, замглавного редактора журнала «Форбс», наш гость Сергей Александрович Васильев, заместитель и председатель Внешэкономбанка. Говорим мы сегодня о Бразилии. Проблемы и решения бразильской модернизации. Что получилось в Бразилии, что не получилось в России, и в какой степени мы, собственно, странный пабрик, идем одним путем. Телефон наш студийный, 651099,6, код Москвы 495. Звоните нам и скажите, как вы считаете, годится ли для России бразильский опыт демократической модернизации? Или нам нужна своя особая модернизация, идущая таким более жестким, централизованным, авторитарным путем, которым мы, собственно, и шли последние 10 лет? Ну вот давайте поговорим, может быть, о БРИКС, вот этих всех... Как с ними носились лет 10 назад? Казалось, что это вообще некая альтернативная архитектура мироустройства. Это ведь изначально, как я понимаю, была просто придумка Голдман-Саксы для такого грамотный пиар одного инвестиционного банка. Грамотный упаковка инвестиционной идеи. Но вы понимаете, в чем дело? Это как бы идея, которая стала реальностью. Вот сейчас же каждый год собирается БРИКС, там есть встречи экономистов, есть встречи там в разных сферах. Это, конечно, поспособствовало, по крайней мере, диалогу этих стран, решению диалога. Это мы видим сейчас совершенно явственно, то, что контакты России с Бразилией, интенсифицировались благодаря БРИКС, это очевидно совершенно. Вот. Другое дело, что эти страны очень разные. Вот. И у них мало общих и геополитических, и экономических интересов. Вот. Но с другой стороны, это некий какой-то другой взгляд на мир по отношению, допустим, с семеркой разных стран. Вот. Другое дело, что сейчас как бы все эти функции переходят к двадцатке, где весь и семерка, и БРИКС находятся, и двадцатка оказывается наиболее удобным форумом для обсуждения мировых проблем. И там лидерство, очевидно, переходит к G20. Ну, есть ли все-таки какие-то общие закономерности модернизации, некий минимальный общий знаменатель для стран БРИКС? Ну, я думаю, что общий знаменатель — это необходимость проведения рыночных реформ для того, чтобы запустить экономический мотор. Угу. Потому что все страны в той или иной степени, надо сказать, что об Индии меньше известно, но Индия провела очень глубокие рыночные реформы, потому что индийская экономика была совершенно склеротической в девяносто первом году. Совершенно. Но надо вообще сказать, что перестройка в России, в Советском Союзе, и реформа в России, и крах коммунизма очень сильно хорошим образом подействованы на бразильцев и на Индию. То, что все иллюзии относительно планового хозяйства, там, социализма, они были развеяны. Вот. И это сильно радикализовало и индийское общественное мнение, и профессиональное мнение, сообщество, и бразильское тоже. Ну да, то есть поэтому девяностые стали десятилетием реформы. Ну, на самом деле, в Бразилии депритализация началась в девяносто первом году. Вот. Там просто сказать, какое там государственное хозяйство, какое плановое хозяйство, все, все приватизировать. Нет, ну вообще, если задуматься, удивительная синхронизация в девяностых годах происходит, вот этот вот разворот этих крупнейших стран второго эшелона к глобализации, да, наши реформы девяностых, бразильские реформы девяностых, индийские реформы девяностых, собственно, реформы Дэн Сяопина начинают работать. Даже раньше. Да, немножко раньше, Китай на несколько лет, но все равно это Тяньаньмэнь был, 89-й год, да, так сказать, вот эта вот страна оправлялась после Тяньаньмэнь, и, так сказать, началось вот это вот все работать. Удивительное вот это десятилетие. А я бы в этом смысле вот что хотел спросить. Последний опыт в журнале Forbes, общение с многими русскими миллиардерами, олигархами, и один из них сказал очень интересную вещь, что в принципе я сворачиваю свою активность в России, потому что расти здесь почти уже нечему, и больших денег я здесь заработать не могу. Поэтому я перехожу на другие рынки. С этой точки зрения у меня вопрос к Сергею Васильеву не как к заместителю председательного Нешкану Банка, а к человеку, который принимал участие в планировании российских реформ в начале и середине девяностых. На ваш взгляд, какова базовая причина, почему сейчас весьма осведомленные российские миллиардеры считают, что вот этот мотор экономического роста в России почти исчерпан. На самом деле ответ, мне кажется, очевидный, потому что сейчас настало время объективно для крупных бизнесменов переключаться с добывающих отраслей на обрабатывающие. Обработать надо. Во! 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 К сожалению, Россия так хорошо снабжена природными ресурсами, там выкопал скважину, фонтан бьет. То есть работать-то не привыкли. Привыкли получать ренты. А вот я хочу сказать, что очень мало опыта ухода предпринимателей из добывающих отраслей в обрабатывающие. У нас есть люди, которые в обрабатывающих отраслях работают, но и люди, которые делают на порядок меньше денег и на порядок больше работают. Ну, просто потому что им нравятся, а не там специалисты в этих отраслях. Я скажу, поэтому это серьезный психологический переключатель нужен. Вот в Бразилии этой проблемы нет, потому что там тоже есть сырьевики и инструкторинг. Да, производители. Там это все поделено. Там есть, конечно, консорциумы, они диверсифицированы, но там это все тоже есть. Примерно такая же ситуация, потому что сырьевики, они выходят на мировые рынки, они создают империи. Мясные самые крупные компании сейчас, бразильские. Там железнодородные тоже очень крупные. То есть вот это тоже глобализируется интенсивно. Но просто в Бразилии еще есть огромный средний предпринимательский класс в обрабатывающей промышленности. Причем там же не крупные предприятия, вы сами понимаете, в обрабатывающей, не такие крупные. Ну да, мы возвращаемся к той же теме ресурсного проклятия, которое, собственно, так скажем, нефтяное оформление нашей извечной российской мечте о халяве. Да, но вот сырьевое проклятие. Пинейру, один из богатейших людей мира, входит, по-моему, в 30 самых богатых людей по списку Forbes, самый богатый человек в Бразилии, он владеет сырьевыми предприятиями, добывающими нефть, золотодобыча. Но при этом это человек, который вкладывает в промышленность активным образом. Ну, я говорю, там существуют конгломераты, которые... Там есть традиция больших конгломератов, которые дефицируются. Но, в принципе, это как бы разные люди. 65-10-99-6, телефон наш студийный. Все-таки я хочу слышать мнение наших слушателей по поводу Бразилии, хотя я понимаю, что далеко не все сталкивались и в своем бизнесе, и в путешествиях с этой страной. Ну, давайте вот как поставим вопрос. Вот БРИКС. А вообще России принадлежит ли место вот в этой вот конгломерате БРИКС? Вот Дмитрий Тренин, директор московского центра Карнеги, как-то очень остроумно выразился, что БРИКС начинает картавить. Вот что буква Р немножко проваливается. БРИКС. Вот, получается. Так что я хочу спросить, вот как вы считаете, вот глядя на рост Бразилии, глядя на рост Индии, Китая, сейчас Южная Африка поднимается. Можем ли мы легитимно входить вот в эту вот аббревиатуру БРИКС? Вы меня спрашиваете. Ну, и наших слушателей по телефону 65, 10, 99, 6. Ну, конечно, вам первое слово, Сергей Александрович. Ну, на самом деле, я считаю, что входит, потому что по-прежнему по ВВП на душу населения Россия лидирует. Вот, по размеру территории мы тоже лидируем. Вот, и надо сказать, что по темпам роста ситуация вовсе не такая как бы драматическая. Мы не замыкаем как бы четверку и даже пятерку, я думаю, не замыкаем. Вот, потому что Бразилия сейчас просто ниже, чем в России. Там серьезные последствия кризиса ощущаются. Мы знаем, притормаживает Китай. Индия тоже в непростой ситуации. Поэтому объективно, если смотреть вот на перспективу там ближайших 10 лет, я не думаю, что Россия может выпасть из БРИКС. Понятно. 65, 10, 99, 6. Законно ли Россия входит в БРИКС и как сравнить российский опыт с бразильским? Алексей, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы со мной разговариваете? Да, да. Вы на линии. Да, меня зовут Кулинч Алексей. Я достаточно долго работал в Бразилии. В частности, делал там школу большого театра в Бразилии. Работал там с мясом с бразильскими компаниями. Я считаю, что однозначно мы очень похожие страны, что касается и по территории, и по населению, и по возможностям и так далее. По структуре, может быть, по исключению, может быть, железных дорог. Понятно. И по тому, как мы развиваемся, на мой взгляд, конечно, мы очень похожие страны. Но траектории наших стран в последние 20 лет, вот сравнивая похожие исходные условия, как вы сравниваете бразильской опыт модернизации и российской? Ну, вы знаете, за исключением самбо и футбола, я думаю, здесь очень похожие траектории. Вот. И с точки становления бизнеса как крупного, и с точки становления бизнеса как среднего. Хотя, конечно, Россия в этом смысле отстает, да, по некоторым там параметрам. Вот. Но на мой взгляд, конечно, да, конечно, эти страны очень похожи. Ясно. И на мой взгляд, должны быть вместе. Спасибо. Спасибо, Алексей. 65, 10, 99, 6. Код Москвы 495. Антон на линии. Добрый вечер. Добрый вечер. Я бы хотел, ну, немного вот по сырьевому проклятию, да, российскому, вышеупомянутому. Но статистика объективная говорит немного о другом. Количество ресурсов и добычи в странах БРИКС, Россия там находится далеко не на первом месте, в том числе и по нефти. То есть Китай добывает нефти больше. Экспортировать не знаю, но добычи точно больше. И, ну как, это очень тяжело назвать проклятием, я бы не был так категоричен. И еще такое существенное замечание, мы в корне отличаемся от стран БРИКС и остальных тем, что у нас население уменьшается. И это продолжалось все время развития экономики нашей. То есть там с начала 90-х, да, в то время как в других странах БРИКС оно растет, а в некоторых, ну, как всем известно, там, вешенными темпами, да. И это подстегивает экономику. В этом плане мы очень серьезно отличаемся. И олигарх, который съезжает из России, возможно, в том числе и на этом выводе основывает свой объезд. Тем демографически, понятно. Спасибо, спасибо, Антон. 65, 10, 99 и 6. Легитимна ли Россия входит в группу БРИКС? Можно ли ее опыт сейчас сравнивать с растущими Индией, Китаем, Бразилией? Сергей Александрович, как прокомментируете этот звонок? Ну, на самом деле, я практически со всем согласен. Единственное, хочу сказать, что Китай ожидает в ближайшее время судьба России, потому что благодаря политике ограничения рождаемости Китай очень быстро идет по траектории демографического перехода. И, как мы знаем, Индия скоро станет самой крупной по населению страной, где в Индии проблемы с контролем. Но я думаю, что Китай, конечно, негативно, но, с другой стороны, давление населения на ресурс страны будет меньше в Китае, хотя у них будут проблемы с пенсионным обеспечением. Ну и плюс я бы поправил. Вот здесь одно маленькое замечание, возможно, случайно, но наш слушатель сказал, что в последние 20 лет это демографическое. Давайте говорить, демографы постоянно отмечают, что те динамика, отрицательная динамика в демографии, которую мы имеем последние 20 лет, это не результат реформ, это результат куда более долгосрочных демографических тенденций, восходящих к другим поколениям. То есть давайте разведем эти вещи. Реформы 90-х, реформы нулевых и демографическая проблема это вещи совершенно разными историческими, исторических масштабов. Это крайне мало связанные между собой. Но сейчас еще при этом, я думаю, надо добавить, что мы имеем социально-демографическую политику, которая далеко не способствует росту населения, которая способствует ухудшению качества человеческого капитала. Вот в этом отношении, Сергей Александрович, как нас можно сравнить, если уже не с Бразилией, а с другими нашими соседями по БРИКС? Ну, на самом деле, в каждой стране совершенно уникальная ситуация. Я скажу, что Бразилия из всех четырех стран, я уже Африку плохо знаю, находится в самой благоприятной демографической ситуации. Потому что все-таки большая страна с растущим населением, в принципе, рождаемость падает, значит, она приходит в равновесие, в 2020 году на них наступит вот эта точка перегиба, когда начнут ухудшаться тренды. Но за это время, за ближайшие 20 лет, когда будет оптимальное соотношение работающего и неработочного населения, Бразилия может делать огромный шаг вперед по пути развития экономики и заложить основу для такой равновесной экономики, когда население станет стабильным в стране, не будет такого взрывного роста населения и экономики. Бразилия, по-моему, еще очень интересно, и вот она проиллюстрировала тот закон, что инвестиции в социальную сферу возращаются в виде гораздо большего роста ВВП. Да, на самом деле Бразилия произвела маневр, который, конечно, больше никому не удалось произвести. Когда большие социальные выплаты резко стимулировали экономический рост. Потому что, во-первых, эти выплаты были таргетированы. Они были связаны двумя вещами. Ходят ли ваши дети в школу и делают ли они прививки. Вот очень жестко. Причем сейчас это все действует. Если ребенок бросает в школу, семья перестает получать пособия автоматически. Там все очень жестко. То же самое с прививками. Не привились, все снимается пособие. Но эти пособия довольно массовые, на самом деле, они позволили сильно повысить уровень жизни больших слоев населения. Это увеличило внутренний спрос и подстегнуло экономику. А подстегнув экономику, это увеличило занятость. То есть люди из безработных начали переходить в категорию занятых. То есть возникла положительная обратная связь, которая ускорила дополнительный рост экономики, ускорила выход бедных из числа бедных, сейчас Россия, в Бразилии, по оценкам бразильских демографов, огромный средний класс уже возник. Ну да, расширила налогооблагаемую базу и так далее. 65, 10, 99 и 6. Россия и БРИКС. Законно ли Россия входит в БРИКС? Можно ли нас сравнить с Бразилией, Индией и Китаем? 65, 10, 99 и 6. Ну вот продолжая разговор о БРИКС, я понимаю, что конечно сложно здесь подвести некий общий знаменатель под всеми, но формируют ли эти страны какой-то другой образ глобализации, другой образ модернизации? Или все-таки мы говорим об общемировых тенденциях, либерализации, приватизации? Нет, они формируют. Я могу сказать, какой образ. Дело в том, что в последние годы резко притормаживает Европа и Штаты, которые были там 20 лет основным мотором роста в мире. Ну может еще и по Японии, Япония тоже в нулевом, нулевые темпы имеет. Сейчас просто меняется архитектура экономического роста в мире. С моторами становится, сейчас БРИКС, по оценку Голдбен Сакс того же, в ближайшие 10 лет будут БРИКС основным мотором роста, а потом, даже не БРИКС, а называется Next Eleven, следующий один из стран, крупные страны, Индонезия, Вьетнам, если вы посмотрите на, они кажутся маленькими в сравнении с БРИКС, может быть, Индонезия это 400 миллионов населения будет. Вот, то есть эти страны, которые подхватывают тренды, вот, если мы посмотрим на Африку, значит, многие страны Африки справились с нулевым ростом, с проблем нулевого роста. Нигерия растет быстро, Ангола растет быстро, то есть мы видим, что этот процесс, как бы, подхватывания экономического роста, он от БРИКС переходит к другим странам. К третьему эшелону, да. Юго-Восточной Азии прежде всего, а потом и к Африке. Вот, то есть тренд-то в целом очень положительный, на самом деле. Это означает, что вот эти байки про золотой миллиард, который обречет быть золотым миллиардом, а все остальные погрязли в нищете и в низких темпах роста, все это, так сказать, было фикцией. Это означает, что мир переходит к... То есть в мире растет средний класс, что большая часть стран мира, большая часть стран будет странами с богучим средним классом. И это... И это еще интересно с той точки зрения, то, что вы рассказываете, представляя себе этот прекрасный завтрашний день, мы, когда мы говорим G7, мы говорим о странах, там, ну, тем не менее, включает даже Японию, мы говорим о странах ментально и культурно близких и похожих, с схожей системой ценностей. А сейчас... Интересно, мы мужчины заговорили о G7, да, еще год назад отговорили о G8, о восьмерке. Нет, но мы, на самом деле... Как сейчас Путин не поехал, да. Я говорю о G7, потому что просто Россия, как бы... Да, да, выделить Россию в Брикс, а вот... Ну да, да. А сейчас вот это G20, да, в этой G20 будут совершенно разные культуры, страны совершенно разной культуры, совершенно разными культурными, историческими, политическими традициями. Этот диалог выглядит чрезвычайно интересно. Не знаю, насколько безопасным, но интересным точно. На самом деле, вот это вот, поэтому я говорю, что этот... Вот это поменялось, на самом деле. Да. На последние 10 лет полностью поменялось восприятие экономического роста в мире, какие основные движущие силы, какие этапы мир пройдет до 2050-го года в экономическом росте. Да, Сергей Александрович, очень интересно то, что вы здесь говорите. То есть, фактически, благодаря тому, что произошло в Бразилии, что происходит сейчас в Индии, в Китае, в Южной Африке, но не в России, к сожалению, мы говорим об инклюзивной глобализации. То есть, если раньше действительно там лет 10-15... А почему же Россию вы исключаете? Ну, я не знаю, скажем, долгосрочный тренд это... Ну, не знаю. Нет, на самом деле, я тоже не согласен, что говорит Михаил Лагонович Дмитриев со своими новыми докладами. У нас через эти процессы идут. Вы поймите, то, что в России будет небольшое население, это не так страшно. В России большая территория, много ресурсов. Чтобы эти ресурсы использовать, не нужно очень много народу. Это же не аграрная страна, в конце концов. Поэтому это совершенно не драматично. Будет некоторый аналог Канады или Австралии. Немного населения, большая страна. Чего-то плохого. Ну да. Ну что же, вот этот оптимизм, которым нас сегодня заражал Сергей Александрович Васильев, зампред Внешэкономбанка по поводу Бразилии, собственно, он произлился немножко и на Россию. Так что, может быть, в формате БРИКС или в формате 20-ки мы все-таки, так сказать, тоже каким-то вот в этот журавлиный клин глобализации подстроимся. Ну, а в целом, должен сказать, что, конечно, мы привыкли смеяться над Китаем, там, я не знаю, леет восток над Индией, над Бразилией, страной, где много диких обезьян. Но сейчас-то так получается, что эти страны задают такие темпы роста, дают такие социально-экономические модели, что нам в России нужно смотреть и учиться. И благодарю вас за участие в этом эфире. Мой соведущий Ильмар Муртазаев. Меня зовут Сергей Медведев. Программа «Археология». До свидания.